Азаркосмос был создан в 2010 году, 3 мая, указан президентом Азербайджанской республики, господином Хамалиевым. И после того, как был создан Азаркосмос, мы начали думать насчет изготовления запусков наших спутников. И мы построили ground station у себя, наземную станцию в Азербайджане, основную станцию и backup станцию, которая находится, основная станция находится в Баку, а backup станция у нас находится в Нахчеване. Завтра как раз ожидается поездка на нашу станцию, там вы ознакомитесь и увидите наш facility, где наши антенны, откуда управляем мы спутниками нашими. Там вам дадут более детальную информацию. Чем мы занимаемся в основном? Как я до этого сказал, мы запустили спутники, первый был запущен в 2013 году. Вот как раз вот телекоммуникационные сервисы и solutions, чем я занимаюсь, так можно назвать. Кроме этого, у нас есть еще спутник, который обслуживает наших клиентов по Earth Observation and Service and Solutions, телепорт сервисы, которые у нас есть, DRS сервис, которым обеспечим хостинг сервис для наших клиентов, а также менедж сервисы, это по uplink и платформа, которая находится у нас на телепортах. Первый спутник, азерспейс первый, это был запущен в 2013 году. Он находится на градусе 46, 46, из лонжитюд. На экране вы можете посмотреть, какой охват имеет азерспейс первый спутник и какие у нас бенды, то есть KUSC бенды, это как бы частоты, на которых работает наш спутник. Европейский BIM мы охватываем, Central Asia BIM тоже охватываем, просто здесь очень плохо видно, на них указаны ERP и левелы, которые мы… это очень важно для приема сигнала в этих регионах. Кроме этого, мы охватываем Африку, европейский BIM на C-бенде у нас есть, и в Центральной Азии европейский BIM тоже у нас есть на C-бенде. То есть наверху вы видите KU-бенд, а ниже это C-бенд. Второй спутник был запущен в 2018 году, он полностью на KU-бенд частотах, охваты тоже здесь указаны, какие у нас West Africa BIM есть, потом Central Asia Africa BIM есть у нас тоже вот, Евроэзия BIM, это полностью BIM, который покрывает и Европу, и Центральную Азию, то есть один глобальный BIM, на The Space первом они отдельно, то есть эти… охват у нас раздельный, а на The Space втором у нас как бы один BIM на два региона. Кроме этого, у нас еще есть Пакистан и Афганистан BIM, тоже очень важный BIM для нас, в основном используется для дата-проектов. Кроме дата-проектов, у нас еще есть проекты по телевещанию, где вот сейчас как раз я вижу наших клиентов, у которых телеканал тоже вещательный на нашем спутнике. Мы обеспечиваем постоянную, непрерывную связь через спутник для наших клиентов. Телекоммуникационный сервис в основном на что входит, допустим, по видеопроектам, по платформам видео у нас, turnaround services, video contribution, video distribution, satellite content acquisition, occasional user, который вот телеканал тоже использует часто у нас, видео over IP и digital terrestrial television. То есть каналы, которые вещаются у нас на нашем спутнике Азерспейс первом, они в основном используются для contribution, для distribution. Иногда бывают некоторые кабельные телевизионы, которые им нужны, для них нужна доставка сигнала разных контентов, и мы используем наш спутник в роли трансмиссии этих каналов до end-user. Occasional use тоже, я вот рассказал, об этом тоже используется у нас. В основном по Европе, по Центральной Азии у нас часто бывают заказы, разные мероприятия, разные ивенты, спортивные там, состязания. Иногда они обращаются к нам, и мы обеспечиваем их спутниковой связью. По дата-проектам у нас тоже есть хорошее решение. Мы несколько лет назад построили у себя платформу NewTek, которая обеспечивает в основном трансмиссию даты для разных клиентов, и для морских клиентов, maritime projects мы это называем, для разных кораблей, платформ, в основном на Каспии, и в том числе других регионах тоже. Мы обеспечиваем как бы интернетом, постоянным интернетом через Азерспейс первый, используя нашу платформу NewTek. Кроме этого у нас бывает в юно-сервисе, когда клиент сам управляет своей сетью, мы строим это на платформе NewTek и iDirect. У нас iDirect тоже есть на станции, которая обеспечивает наших клиентов дата-трансмиссией. IP over satellite тоже всем известно. Mobile backhaul. Мы ведем разные переговоры с нашими клиентами насчет доставки сигнала не в зоне доступа, допустим, где нет фиброоптики, где нет достигаемости. Мы обеспечиваем связь через mobile backhaul. В Турции тоже в том числе используется. В Турции мы используемся. Здесь изменины в трафике он делился. Мы используемся здесь. Мы используем больше обеспечиваемых клиентов. Может быть, мы используем их. По этому мы используем, мы используем их. У нас есть идиотичный для инфекции. имеется хостинг-сервис, где мы обеспечиваем хостинг для наших клиентов. Они устанавливают у нас свои антенны, свой хаб, свой модем, где мы за этим обслуживаем их разными мейнтернесс делаем, потом обеспечиваем постоянной связью, интернетом. То есть оборудование не наше, но клиентовское. Но они могут использовать нас как хостинг-сервис. Мы можем оказывать услуги хостинг-сервис для наших клиентов тоже. Здесь общая информация, сколько телеканалов, сколько процентов satisfaction было в 2021 году у нас. Мы делали опрос клиентов и 99,3% customers были satisfaction 2021. То есть сколько у нас household систем имеется, количество, приблизительное количество там указано. Около 200 TV и радиоканалов. Broadcast у нас осуществляется посредством двух спутников, Azure Space 1 и Azure Space 2 вместе. И какие у нас языки в основном используются. Вот тоже вот количество их указано. у нас имеется очень профессиональный технический стафф, который обслуживает наших клиентов. Мы NOC Center, Network Operations Center, где наши инженеры постоянно бывают на смене. И при любых запросах они сразу реагируют и оказывают свой саппорт нашим клиентам. Fast Link Activation тоже у нас бывает. Иногда бывают моменты, когда нужен срочный интернет. Допустим, с Fiber что-то случилось. У нас есть готовые терминалы, которые мы выезжаем, устанавливаем как mobile. И через него мы получаем интернет и предоставляем услуги интернета. 24% про это я уже рассказал. То, что наш NOC группа, наш NOC Team обслуживает наших клиентов. Телепорт-сервис. У нас на станции, вот завтра, когда вы будете на станции, увидите наш телепорт-сервис. Антенна Field, где устанавливают здесь. Это было в начале 2000, если не ошибаюсь, 13-го года. Сейчас там больше антенн вы видите. Там 2 антенны, в основном были. Сейчас, так как количество спутников уже 2 у нас в телекоммуникационных, там уже добавили еще несколько антенн. Up Link, Down Link, Backup Facilities, Detention Separations. Это завтра все вам подробно объяснят, детально. Вы завтра увидите. То есть это у нас на станции все находится, откуда мы управляем ASAS Space первым, вторым, откуда отправляем команды различные на спутник, чтобы он передвигался там. Маневр мы называем это, чтобы спутники как бы были всегда на месте. Это как бы у нас каждую неделю это происходит. У нас еще сертификат телепорт. Мы получили сертификат AdWords Teleport Association. Тоже вот. Это наша антенна, которая обслуживает Earth Observation Customers. Это то есть не сфера телекоммуникации, просто тоже завтра вы это все детально увидите. Ну разный solution у нас есть. Это по Earth Observation спутникам тоже мы делаем разные услуги для наших клиентов. Снимки там разные вот для agriculture, urban planning, environment, defense intelligence, maritime тоже вот. Это в основном здесь съемки мы делаем и предоставляем эти съемки нашим клиентам по заказу то есть. Это уже другой спутник, а за Sky у нас осуществляет. Здесь указаны все вот какие вот бенефиты от этих услуг, prompt image delivery, high resolution. Это не моя сфера, это просто я информацию вам даю вообще. Вот так. GIST у нас даже есть вот GIST платформа, тоже обслуживаем клиентов наших, разные информацию им предоставляем, съемки, какие-то там левелы. Это все происходит через GIST product. Research development занимается новыми там ресерчами, там новые проекты какие-то, когда осуществляются у нас тоже вот наши специалисты занимаются дронами там разными. И у нас как бы и предоставляем тренинги для наших клиентов. Тренинги тоже бывают там различные, иногда обращаются к нам. Это с кем мы постоянно на связи, то есть с какими организациями мы постоянно… у нас происходит как взаимодействие в разных проектах. Это мембершип наших international organizations. Разные educational programs у нас есть, и проекты бывают, различные стартапы там, разные таланты. Присоединяются, вот educational programs у нас было, это технофест был у нас в Азербайджане прошел, и мы молодых талантливых студентов там разных кадров приглашали и с ними вот осуществляли разные проекты. Изготовление дронов там, аппаратов. Как бы это для космического развития Азербайджанской республики в будущем. Спасибо за ваше внимание. Завтра я постараюсь быть с вами на нашей станции. И если будут какие-то вопросы, визитку я вам почти всем передал. Можете обращаться, и мы готовы и всегда рады обслужить наших клиентов. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...